Моё сердце преисполнено благодарности Господу, я думаю, и ваше тоже, и как не благодарить того, кто нас поставил совершенно на новый путь, дал возможность нам жить святой жизнью, и за эту благодарность Ему. И я бы хотел прочитать из послания к римлянам, 6 глава, 4 стих. Как Христос воскрес из мёртвых, слава и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Вы знаете, нас с Ларисой пригласили в гости, и мы ездили в далёкие края, на Кавказ туда, и там, в Кисловодске, есть церковь такая. Но прежде я скажу, что мы жили в таких условиях, знаете, как в хорошем отеле, очень богатая квартира такая, всё ухоженная. И одна мысль закрадывалась у меня, что сам себе как бы мысль подходила, я сам себе отвечал. Но прежде я свою жену спросил, я говорю, вот это, вот то, что ты видишь, вот мы пользуемся чужим, ну пусть всё-то хорошее, конечно, понятно, что это чужое. Не проявляет ли тебя какую-то там зависть, не возбуждает, не появляется ли? Говорит, вот даже никогда не было. Я говорю, я думаю про себя, у меня было. Ко мне тоже подходили мысли, на что тратишь свою жизнь. Но, вы знаете, в тот момент, когда я подумал об этом, у меня сразу, в сердце моём сразу прозвучал и ответ. Я уже свой выбор сделал. Это как, знаете, когда люди голосуют, ходят на голосование. Мы свой выбор сделали в пользу Иисуса Христа. И где бы мы ни находились, и чем бы мы ни занимались, мы понимаем, что всё это временно. И мы призваны для того, чтобы возвещать благую весть о спасении каждой души. И там есть такая церковь, знаете, она небольшая. Там Андрей, служитель. И когда приезжаешь в другой город, обычно, конечно же, смотришь, чтобы... Хотелось бы в своё братство попасть, чтобы всё так же было. И там небольшая церковь, она человек 30, наверное. Но, вы знаете, Бог так действительно благословляет их. Они построили, ну, не сразу, конечно, они построили уже трёхэтажное здание, церковь. И служителю помогают тоже дом такой строят, неплохой. Ну, ещё там много недоработок, да. И, конечно, нам понятно, откуда это всё делается, на какие средства, кто это делает. Мы-то верующие, рождённые свыше от Господа. Мы понимаем, что если Бог не будет участвовать, то пользы в этом никакой нет. Понятно, что эти несколько человек, которые приходят, они не в состоянии всё это сделать. И у меня постоянно, пока я, вы знаете, находился в тех краях, возникали такие вопросы, что отличаются ли, должны ли отличаться верующие христиане от других людей, которые не знают Бога. И для меня это был вопрос, в принципе, закрытый, я его хорошо знал. Но почему он возникает вновь? И, конечно же, я размышлял над этим, и вот я вам прочитал место Священного Писания. Как Христос воскрес из мёртвых, слава и Отца, так и нам жить в обновленной жизни. Что это за обновленная жизнь? И когда бывают сложности в жизни, Священное Писание, оно всплывает в тебе, как бы. И ты помнишь, что говорил Христос. Прощайте, прощены, бойте. Встань и ходи. Откуда эти слова? Это те слова, которые говорил Христос. И если мы жили раньше, каждый совратился на свои пути, и мы грешили, то сегодня Бог хочет, чтобы мы отличались от этого мира. Чтобы мы жили в обновленной жизни. То есть это совершенно другая жизнь. Не только внешне мы изменяемся, но что прежде всего основное, это внутреннее изменение сердца человека. Это становится совершенно другой. Тот, кто во Христе, новая тварь. Древнее прошло, теперь всё новое. И Бог в нас созидает это царство отлично от этого мира. И поэтому вновь и вновь этот вопрос вновь будет всплывать. И ты будешь сам отвечать на этот вопрос. На тебе ответственность. Ты соответствуешь ли тем параметрам, которые Бог определил? Мы никто не соответствуем тем требованиям, которые Бог выдвигает. Но Бог хотел бы в нас видеть своего Сына, Иисуса Христа. Чтобы Он отражался в нас. И когда говорит, что у меня нет способностей, а чего я достиг? А такой ли я на сегодняшний день, каким должен быть? И ты понимаешь, что ты не способен. Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Ты не способен. Но Богу всё возможно. Поэтому и звучат эти слова. Встань и ходи. И когда ты видишь, что такая небольшая церковь, и Бог благословил, это наше братство, я был как дома. Но вы знаете, вот эта другая жизнь, в которой живут христиане, они живут уже не для себя. То, что для меня порой бывают проблемы, и ты говоришь, что я не способен, христиане живут не для себя. Они живут друг для друга. Они живут для других. Не только словом оповещая и донося благую весть, но и своей жизнью примером необходимо показывать, кто ты есть такой. И вот за эту другую жизнь, которая многим не нравится, они ставят в упрёк, а порой даже и угрожают. Потому что этих людей благословляет Бог почему-то кому-то не нравится. Но мы понимаем с вами, что это не просто так. Уплачена цена, великая цена, хотя у неё, я думаю, и нет цены. Это Иисус Христос, Сын Божий, пришёл в этот мир, пострадал на Голгофском кресте, пролил кровь свою за то, чтобы мы такой жизнью жили и обладали такой жизнью. У нас много мыслей. Я думаю, чем больше человек живёт, тем больше мыслей. У ребёнка какие мысли? О нём идёт забота, родители, окружение, государство. Человек, который прожил жизнь, основную часть прожил или больше прожил, у него очень много мыслей. И на все вот эти вопросы нужен ответ. И мы с вами понимаем, что в этом мире очень много религиозных людей, которые лишь внешне соблюдают и пытаются оправдаться пред Богом своими делами, какими-то внешними атрибутами. Они базируются на этом основании, когда речь идёт о спасении души. Но вы знаете, что спасение – это совершенная работа Иисуса Христа. Это Его труд. Это Он сегодня Духом Святым совершает в сердцах наших. Чтобы мы никто не обманывались и не думали, что мы как-то заслужили или что-то сделали такое, что сегодня Бог нас может выделить. Да нет. Если кто-то думает, что Бог его изменяет, помогает ему в этом, заслуга его, что он покаялся, то он глубоко ошибается. Бог восстанавливает нас только лишь потому, что умер Иисус Христос. И не потому, что Иисус Христос ходатайствует за нас, Бог нас изменяет, нет нашей заслуги никакой, а потому, что умер Иисус Христос. Это единственная причина, почему Бог не вспоминает наших грехов и всё прощает нам, потому что умер Иисус Христос. Другой причины нет. А покаяние наше и наше хождение – это следствие того, что мы осознаём и понимаем смысл искупления, то, что произошло. И чтобы подтверждение нам поразмышлять и подумать над этим, я хочу прочитать место Священного Писания, которое действительно нас направляет вот в эту сторону. Чтобы мы поняли, в принципе, когда я читаю Священное Писание, я вообще удивляюсь. Я же такое ощущение, что я в это время и живу. У нас и люди так же почти поступают. И основы морали, и основы вероисповедания у порой настолько искажённые, знаете, что люди в этом утверждаются и считают, что это и есть основа. Так и должно быть в нашей жизни. И когда говоришь простые вещи, просто удивляешься, что... Почему? Вроде бы вопрос-то простой. Надо просто поверить. Ну, так просто. Ну, поверь в Иисуса Христа. Ведь Он Спаситель наших душ. Он прощает грехи. Он освобождает нас от этого. Но этого-то и не получается. Просто поверить. И мы видим, что во времена Иисуса Христа то же самое происходило. Давайте возьмите Евангелие и прочитаем, у кого есть Писание. Это 5 глава от Луки. 5 глава, 17 стиха до 26 я прочитаю. В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законноучители, пришедшие из всех мест Галилея, Иудея и из Иерусалима. И сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались нести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюстом, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И Он, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, разумев помышления, их сказал им в ответ, что вы помышляете в сердцах ваших. Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал Он расслабленным. «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И Он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили чудные дела, видели мы ныне. Конечно же, легче сказать, прощаются тебе грехи твои. Но смотрите, что делает Иисус. Он доказывает, кто Он такой. Проблема их была в том, что они не верили именно в Иисуса Христа. То есть в того, кто перед ними стоял. И вот эти события, которые произошли, вы смотрите, здесь были законы учителя. Они знали обычаи, традиции. И вот тоже все, как у нас. Когда встречаются с людьми, даже грамотными, знаете, такие, даже Писания знают многие. И они все знают. Но вот поверить в Иисуса, как Он есть, И, как говорит Писание, почему-то необходимы каждому внешние какие-то атрибуты, какие-то доказательства. Я, когда, вы знаете, встречаю людей и пытаюсь им рассказать, попадаются такие люди, которые, вы знаете, ну, и выпимшие. И они порой сами подходят. И почему-то все стараются сразу достать крестик и показать. Мое желание донести человеку, сказать, что Бог хочет, чтобы ты жил другой жизнью. Не пил, не курил, не ругался. Я уж не говорю об остальном. И почему-то их больше интересовала другая внешняя сторона. И мы видим, что здесь находились законы учителя, которые знали законы, обряды, обычаи. Но у них оказалось не достать только одного – поверить в того, кто перед ними стоял. И вот чтобы они поверили, чтобы мысли их не привести в порядок, чтобы они могли поразмышлять над этим, он не спорил с ними, не доказывал. Он просто берет и совершает чудо. То есть то, что во власти его, как Бога. И вот это помогало им понять, кто перед ними. А поскольку до них уже, наверное, доходило, что перед ними Бог, что-то в них мешало признаться в этом. И поэтому они всячески старались или упрекать, или что-то находить, какие-то минусы в этом человеке. Но Иисус Христос не поддавался на это. Он делал свое дело, и Он доказывал, что Он есть Мессия. Что Он есть Тот, Который пришел спасать души. Вот так, не с Божьей, Который берет на себя грех мира, говорил Иоанн. И мы видим, что Иисус Христос показал им нечто удивительное. В чем же урок или вопрос от того, что произошло здесь? Что прощены грешнику грехи? Да нет. Они все это знали. Все люди знают, что Бог прощает грехи. В этом нет вопроса. Но что удивительно, что происходит? Он своим именем, то есть другими словами, Он на себя берет ответственность. Он сам говорит, прощаются те грехи твои. Но это я как говорю, что это уже вроде просто сказать. Прощаются те грехи твои. А к чем докажешь? Он доказывает. Что легче сказать? Прощаются грехи? Или сказать, встань, возьми посель твою и уходи. И Он совершает невозможное для человеков. То, что не могут они. У них нет этого ни права, ни способности сделать это. А у Него есть. Это Иисус Христос. Слава нашему Господу. И мы видим, что почему с людьми это все происходило. Это Ветхий Завет. Люди из того Ветхого Завета научены, наставлены. И у них было понимание такое, какое было. Точно так же, как у наших людей, окружающих нас сегодня. Точно так же. Они укоренены, утверждены в этом. Когда они приносили жертву, ихнее прощение, ихняя свобода, она не была полной. Почему? А потому что, если мы читаем Евреям 10 глава, там все сказано, что кровь и тельцов, и козлов не может сделать человек совершенным, совесть его совершенным. А поэтому нужно вновь и вновь приносить жертву. И полное осознание своей свободы не происходит. Значит, у них остается вопрос, примет их Бог или не примет на сегодня. Вот я принес жертву. Просил, не просил меня. Примет ли он или нет. Вопрос остается открытым. Поэтому людям с таким пониманием очень сложно перешагнуть вот этот барьер. И поверить просто в Иисуса Христа. А кровь из Иисуса Христа делает человек совершенным. И я бы хотел все равно коснуться и вот этой главы 10. Буквально маленько коснуться. Закон, имея тень будущих благ, это евреям 10 глава. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы больше уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Читаю выборочно 12-14 стих. «Он же, принеся одну жертву за грехи», это об Иисусе Христе сказано, «навсегда воссел одесну и Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены под ножи ног его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Одним приношением. Иисус Христос освободил вот этого больного от его грехов. Сказал, возьми посель твою и ходи. Почему этот вопрос может и сегодня и к нам звучать? Да потому что мы оказываемся тоже порой неспособны, и Бог снова напоминает, встань и ходи. Потому что эта метафора, она обозначает ходить в обновленной жизни. Вот те слова, которые сказал Иисус этому человеку. Ходить в обновленной жизни. Он жил, он не ходил, он был больной. И я не думаю, что в таких условиях человек будет славить Бога. Ну, что-то автоматически, может быть, заучено. Но когда произошло исцеление, когда Бог, пришедший Иисус Христос, освободил его, он предоставил ему возможности жить обновленной жизнью. Ходить после такого, что человек будет делать? Да, конечно же, Бога прославляет. Конечно же, он будет благодарить. И мы видим, что многие примеры здесь, когда Иисус опять приходил человеку до вашего зрения и прочее, прочее. А кто такой, чтобы веровать? Пред тобой стоит он, веруя, и на колени сразу падает и благодарит. Потому что Иисус Христос, именно тот Бог, в кого мы с вами уверовали, и который может вас поднять, каждого из нас дать силы и способность снова ходить в этой обновленной жизни, живя праведно, свято, непорочно, являясь примеру этому миру, как доказательство, что Бог святой. Слава Богу! И поэтому, читая это священное писание, мы видим с вами, что Иисус Христос – это действительно спаситель мира. Это тот, который пришел, и сегодня Дух Святой свидетельствует нас, что мы дети Божьи. И раздети по обетованию наследники. И как же должны эти дети жить? Конечно, соответственно, Слово Божье. Чтобы наша жизнь, она была Словом Божьим. Очень сложно, конечно, когда сам не живешь этой жизнью, кому-то проповедовать, кому-то говорить. Если человек не концентрируется на этом, то, вы знаете, это все формальность. Это все, когда родилась у нас вера, мы с вами стали жить не по закону, а по благодати. И эта благодать, она сегодня нас научает, чтобы каждый из нас ходил в обновленной жизни, подражая Иисусу Христу, взирая на Него и преображаясь в тот же образ. Слава нашему Господу! Я бы хотел с вами помолиться, помолиться и за нашу церковь, за наших братьев, сестер, которые сегодня, для них это не просто формальность, если слово, какой-то обряд. Бог привел нас сюда, посадил на эти места, и мы скажем слава Богу, потому что мы не сидим в собрании развратителей, мы сидим в церкви и слушаем слово Божие. Он сегодня доносит до каждого из нас, что мы с вами дети Божии, что нам принадлежит это царство. Он уже посадил нас на небесах. Слава Господу! Если тебе сегодня это не свершилось еще, если ты далек еще сегодня от этого, у тебя есть такая возможность выйти сюда и сказать, Господи, я тоже хочу быть Твоим детем. Нам не нужно ломать голову или задуматься, как это происходит. Нам нужно лишь только просто поверить в Иисуса Христа, тот, который приходил 2000 лет назад, и Дух Святой сегодня, как вы думаете, о чем Он будет говорить и напоминать? Да Он об этом и будет напоминать. То, что Иисус умер, за наши грехи. Он умер за нас. Поэтому человек, осознающий и понимающий эту цену, которую Бог уплатил, конечно же, он будет стараться не грешить. Он все усилия проявит на то, чтобы свято и непорочно жить. И чтобы другие люди, они тоже видели, что ты – Дитя Божие. Клава Богу! Поэтому я бы хотел помолиться за эти души, которые еще не имеют. Помолиться за нашу церковь, помолиться за церкви, братья и сестер, которые в разных городах нашей страны. Я думаю, у них тоже такое желание, чтобы действительно жить святой и непорочной жизнью. И они все свои жизни, я вижу, показывают, что это стремление не напрасное и не пустое. Слава нашему Господу! Давайте поблагодарим нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!